Добрый день! Сегодня мы рассмотрим такую важную тему, как понятие, предмет и система судебных и правоохранительных органов. Каждый юрист должен хорошо знать, как построены и действуют органы, активно участвующие в реализации правовых предписаний. Эти знания нужны не только для будущей профессиональной практики во всех сферах юридической деятельности. Ими должны владеть судья и прокурор, следователь и дознаватель, адвокат и юрист, работающий в законодательном или исполнительном учреждении, в государственной или частной коммерческой либо производственной организации. Они крайне нужны также студенту, будущему юристу, при усвоении многих дисциплин, которые предстоит узнать в ходе всего обучения в юридическом вузе. Цель изучения дисциплины – дать будущим юристам четкое представление о том, как строятся и какие выполняют функции эти учреждения, как они взаимодействуют друг с другом, иными государственными и негосударственными организациями, каково их социальное предназначение. Основное внимание уделяется судам, поскольку именно они наделены такими ответственными полномочиями, которые в совокупности образуют то, что принято наименовать самостоятельной ветвью государственной власти – судебной. Для наиболее полного раскрытия темы необходимо рассмотреть следующие вопросы. Правоохранительная деятельность – ее признаки, понятия и задачи, основные направления, функции правоохранительной деятельности. Судебную власть – ее понятие и соотношение с другими ветвями государственной власти. А также суд как орган судебной власти. Деятельность государства и его органов охватывает различные жизни общества. Одно из центральных мест в ней занимает выполнение задач по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, охране прав и законных интересов государственных и негосударственных организаций. Эти задачи – предмет заботы в первую очередь государства и его органов, о чем говорится в соответствующих частях Конституции ЛНР. В частности, в статье 3 сказано «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Луганской Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц». Основными задачами выступает Непосредственная охрана законности и правопорядка, Защита прав и свобод человека и гражданина Борьба с преступлениями и иными правонарушениями Чтобы четко усвоить суть критериев, которыми следовало бы руководиться при отнесении тех или иных государственных органов к числу правоохранительных, весьма важно уяснить признаки деятельности, получившие в определенной мере условное и признаваемое не всеми, но уже ставшее привычным для многих наименование – правоохранительная деятельность. Рассматриваемый вид государственной деятельности обладает рядом существенных признаков. Первый из них проявляется в том, что такая деятельность может осуществляться не любым способом, а лишь с помощью применения юридических мер воздействия. К ним принято относить меры государственного принуждения и взыскания, регламентируемые законом. Вторым существенным признаком правоохранительной деятельности является то, что применяемые в ходе ее осуществления юридические меры воздействия должны строго соответствовать предписаниям закона. В-третьих, характерным для правоохранительной деятельности является то, что она реализуется в установленном законном порядке с соблюдением определенных процедур. Например, приговор суда, назначающий уголовное наказание, освобождающий от него или оправдывающий подсудимого, может быть постановлен только после проведенного судебного разбирательства и всестороннего обсуждения судом всех вопросов, конкретно обозначенных процессуальным законом. К последним можно отнести то, что ее реализация возлагается прежде всего на специально уполномоченные государственные органы, которые комплектуются с соответствующим образом подготовленными служащими, по большей части юристами, а также специалистами, которые обладают необходимыми познаниями в других областях. С учетом сказанного можно определить понятие того, что принято считать правоохранительной деятельностью. Как видно по приведенным признакам и их храткой характеристике, к ней следовало бы относить такую государственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными органами путем применения юридических мировоздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка. По своему содержанию правоохранительная деятельность является односложной. Ее многоплановость проявляется в относительном разнообразии конкретных направлений, функций, из которых она слагается. К числу таких направлений следовало относить Конституционный контроль Правосудие Организационное обеспечение деятельности судов Прокурорский надзор Выявление и расследование преступлений А также оказание юридической помощи Каждое из этих направлений нацелено на достижение своих результатов Устранение нарушений предписаний Конституции ЛНР Справедливое разбирательство и разрешение гражданских и уголовных дел Материалов об административных правонарушениях Создание условий для нормальной деятельности судов Достижение таких результатов в конечном счете обеспечивает выполнение упомянутых выше общих задач правоохранительной деятельности Правосудие – функция правоохранительной деятельности, которая имеет прямое отношение к защите, восстановлению, обеспечению, реализации, осуществлению наиболее значительных прав и законных интересов человека и гражданина, государственных и негосударственных организаций Реализация задач, стоящих перед ним, так или иначе, подчинена выполнению практически всех других правоохранительных функций Конституционный контроль в не меньшей мере оказывает активное влияние на осуществление других направлений правоохранительной деятельности Его реализация – это прежде всего обеспечение претворения в жизнь конституционных предписаний, в том числе и тех, которые напрямую связаны с надлежащим осуществлением как правосудия, гарантиями о законности, обоснованности и справедливости, так и прокурорского надзора Организационного обеспечения деятельности судов, выявления и расследования преступлений, оказания юридической помощи Поэтому о правосудии и конституционном контроле, не умаляя ни в коей мере значению других правоохранительных функций, можно говорить как о сердцевине таких функций, центральном звене их системы в целом Государственной властью Осуществляющим ее является не любой государственный орган, а лишь суд, который обладает присущими только ему возможностями и способностями воздействия на поведение людей, а через это – на процессы, происходящие в обществе Поэтому судебную власть можно было бы определить как возможность и способность занимающего особое положение в государственном аппарате органа – суда – воздействовать на поведение людей и социальные процессы Из этого следует, что понятию судебной власти свойственно по крайней мере два компонента Во-первых, данная власть может реализоваться только специально создаваемым государственным учреждением – судом А во-вторых, у этого органа должны быть свои, присущие только ему, возможность и способность воздействия Судебная власть и правосудие – понятие родственное, близкие по содержанию, но не тождественное Правосудие – важное проявление судебной власти, но не единственное Судебная власть может проявляться во многом Правосудие может осуществлять только суд и никакой другой орган Это специфические судебные полномочия Судебная власть включает и ряд других, которые, как и правосудие, имеют большое социальное значение Конституционный контроль Контроль за законностью и обоснованностью решений и действий органов государственной власти Обеспечение исполнения приговоров и иных судебных решений Дача разъяснений по вопросу судебной практики Участие в формировании судейского корпуса и содействие органам судейского сообщества Общее положение о властном характере выполняемых судами функций Сформулировано в законе о статусе судей Следующим образом Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий Обязательно для всех без исключения государственных органов, общественных объединений, должностных лиц, юридических или физических лиц Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления правосудия, представляются по требованию судей безвозмездно Неисполнение требований и распоряжения судей влечет установленную законом в ответственность Обобщенное знание полномочий судов не только дает представление о том, чем могут и должны заниматься эти государственные органы Но и ориентируют относительно их роли и места в системе всех учреждений, реализующих в целом государственную власть А равно и соотношение трех ее ветвей В наши дни суды могут проверять законность и обоснованность задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений Ареста, продление его срока и т.д. Уже только в этом четко просматривается признание положения о том, что суды – это вершина пирамиды правоохранительных органов Неотъемлемое свойство судебной власти заключается в том, что ее осуществление доверяется только судам Эти государственные органы во многом отличаются от других государственных органов, в том числе и выполняющих законодательные и исполнительные функции Достаточно отметить, что в настоящее время суды всех видов и уровней формируются с соблюдением специально установленной законом процедуры Ее реализация призвана обеспечить, чтобы судейские должности занимали люди, способные профессионально, грамотно, справедливо, всесторонне, полно, добросовестно и честно рассматривать и разрешать по существу, отнесенные к их ведению дела Достижению данной цели должна содействовать в частности система особых защитных средств, гарантирующих от проникновения в судейский корпус некомпетентных людей Народный совет, олицетворяющий законодательную власть, издает законы, обязательные для исполнения всеми, в том числе судами и судьями Учреждает или упраздняет конкретные суды, определяет в рамках установленной Конституции ЛНР финансирование судов Суды, однако, используя предоставленные им полномочия, могут влиять на содержание деятельности законодательных и исполнительных органов Они вправе признать закон недействительным, а решение исполнительного органа незаконным Это влечет за собой неприменение закона, либо обязывает соответствующие органы не притворять в жизнь незаконные решения Рассмотреть вопрос вновь или пересмотреть данное решение, вынести другое С другой стороны, реализация судебных решений в наши дни стала практически полностью зависеть от исполнительных органов Специфика суда, как органа судебной власти, состоит также в том, что для его деятельности установлен особый порядок Процедура Этот порядок основан на жестком лимитировании всего, что должно происходить в суде при подготовке к рассмотрению и рассмотрении им подведомственных вопросов Основная его цель – обеспечить законное, обоснованное и справедливое решение Он основан на гласности, коллегиальности, обеспечении права на защиту и обжаловании судебных решений Установленные для законодательных и исполнительных органов процедуры не обладают той тщательностью и всесторонностью, которая характерна для рассмотрения и разрешения дел в судах К настоящему времени сложилось несколько вариантов процедур осуществления судебной власти, которые принято именовать видами судопроизводства К таковым относятся конституционное судопроизводство, гражданское, арбитражное, уголовное и административное В этом видео мы рассмотрели важные темы, однако существует еще достаточно вопросов, которые необходимо обсудить в рамках изучаемой дисциплины Подробно на некоторых аспектах мы остановимся в следующих видео Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok